Ребята, всем доброго времени суток. Будем сегодня уже завершать башню сериарю смертельную. Двухсотая битва. Подготовил, конечно же, определенную команду с ливнем отряда, но очень хитрую тактику. Ребята, кто не знает, как пройти 180-ю битву, либо не смотрел, ссылочка будет в описании, там есть маленький лайфхак. А самое главное, я вам даже сделаю подсказку, загляните в модификаторы. Ребята, как всегда, перед началом битв, я вас хотел бы попросить подписаться на мой канал и нажать на колокольчик. Приходили уведомления о моих новых видосах, так как ребята смотрят в основном без подписки. Ну и, я вас уверяю, видеоролик будет интересный, несколько битв будет показано. Начнем, конечно же, с неудачных, но неудачные даже есть и удачные. Вы сейчас поймете, в чем будет речь. Так что усаживаемся поудобнее и погнали. Приятного просмотра. Хочешь купить души, прохождение боев башни, а также донат по самым лучшим ценам? Тогда тебе в магазин Paradise. Наш проект работает более двух лет. За это время мы выполнили более тысячи заказов и набрали более 500 отзывов. Все ссылки находятся в описании. Ребята, а теперь сами битвы. Я ускорю, конечно же, само происходящее. Буду накладывать голос, потому что я это проходил тогда, когда детишки мои не спали. А сейчас, на данный момент, они дали мне немного времени, пока смотрят мультик. И хочу я вам прокомментировать свое прохождение нескольких битв. Как я и сказал, они были неудачные. Но, посмотрев это видео, вы, наверное, посмотрите, для кого-то это были даже супер удачные прохождения. Дальше будет интереснее, ребята. Смотрите, я играю через ливень отряда. У меня три персонажа. Модификатор. Каждый сам за себя. То есть, один персонаж поочередно будет копить энергию. Правильно? Силушку свою богатырскую. Я одного теряю. Классический люкан наносит увечья, даже если он не в игре. В нокауте. И мы поочередно, конечно же, копим силу. Привязываем боссов. У меня прям очень хорошо получается. Все как по маслу, ребята. Реально. Не уклоняются. Я даже делаю хорошо прям завершающие комбо, которые наносят громаднейший урон. И ребята позволяют мне даже и поменяться. Делать первые спецприемы и вторые спецприемы. Как говорится, все как было задумано. Только в голове может такое случиться. Но только не наяву. Здесь, ребята, смотрите. На 20 секунде я останавливаюсь. И хотел бы я все-таки увеличить вот этот вот секундомер. Чтобы больше по времени осталось. И посмотрим. Перейдем на вторую попытку. Точно так же сливаем люкана. Нанесем, конечно же, если получится какой-то либо урон. Нет. Идет уклонение. Ничего страшного. Стоим. Все. Слили. Здесь начинается гиператака. Делаю первый спецприем. Мне нужно будет рассеивание. Делаю и меняюсь. Не получается. У меня есть тонуки, которые позволяют, в принципе, еще и подамажить немного. Потянуть время. И, возможно, даже накопить какую-то силу. Потому что я атакую. Здесь я меняюсь на персонажа другого. Все отлично. И мне снова повезло, что в игру вошел именно люкан бог огня. Но вот не может повезти. А так-то повезло, по сути дела. Заходит второй раз. Одинаковые персонажи. И мы начинаем дамажить через люкана всех двоих скорпионов. Все идет отлично. Негативные эффекты повешены. У нас есть ослепление. Да. И у меня есть сохранение второго СП. Дальше что мы делаем? Ждем, пока ждет скорпион. И меняемся. Легко и просто. У нас не вытягивает. Мы наносим урон. Попытаюсь я даже сделать ливень отряда. Есть ливень отряда. Делаю второй спецприем. Смотрите. Рейден копит силушку богатырскую. Я делаю завершающий. Сейчас будет входить скорпион. И все. Я думаю это будет чистая победа. Но не тут то было. Меня вытягивает скорпионом К1. Делают вот такие вот вещи. При том что я хочу реально поменяться. Да вообще не знаю зачем я это делал. И вот что произошло ребята. Просто выкинуло с игры. Хотя попытка была реально очень хорошая. Теперь ребята будем проходить именно на данный момент. Что у нас будет проходить. Еще раз объясню. Скорпионы у нас будут вытягивать. Все будут хилиться. Еще и увечья будут накладывать. В принципе. Вот. Самое главное ребята. Еще раз говорю. Мы будем пользоваться через ливень отряда. Конечно же покажу какое снаряжение я поставил. Именно на своих персонажей. Вот. Здесь у меня и церемониальная трубка. И каменные волны. Которые дают. Блокбрекер всему отряду. Снаряжение. Да. Очень жесткое ребята. Эпическое. Сейчас посмотрим наверное вблизи. Медвежий клык. Это вайпиризм. И конечно же мне нравится. Вот этого самого последнего. Когда сопротивляются отрицательному эффекту. Владелец. То он еще и больше урона наносит. Здесь мне понадобится удача. Стопроцентная. Здесь морозилка. Щиты. И самое главное. При входе в бой. Одна шкала силы. Вот. Буревестник. 25 бонус к атаке. Рассеивание. И полторы шкалы силы. Плюс еще и молния будет бахать. Если повезет. Дальше. Копье короля Джерада. На иксах. Полтора шкала силы. Ловушка мне понадобится. И также молния. 10 процентов вероятности. Но все таки какие никакие проценты. Здесь божественный плащ Аргуса. Мне нужен чтобы наложить ливень отряда. При том что если я когда накладываю ливень. Есть какая то вероятность. 41 процент вернее. Здесь у меня проклятие. Тоже понадобится. Ну и плюс сопротивление. Если на противнике есть ловушка. Ну и проклятие. Здесь игрушка. Увечья. Плюс одна шкала силы. Тоже вещь. Конечно. Тоже пригодится. Самое главное это тактика. Как я и говорил. Ливень отряда. Теряем одного персонажа. И поочередно будем их дамажить. Вот. Ну что. Как говорится. Посмотрим. Я хочу реально увеличить вот этот вот секундомер. 20 секунд мне мало. Я хочу сделать больше. Но смотрите. Я стою. Они даже меня не атакуют. Прилетает дракон. И снова выходит Тануки. Блин. Вот как так. Вот каждый раз. Вот это уже третья битва. И все равно не получается сделать так. Чтобы Рейден жил. А потом когда-нибудь этот Тануки. Либо вообще Тануки. Чтобы не призывался. Ну посмотрим. Ладно. Ребята. В принципе. Самое главное. Чтобы мы могли чаще меняться. Наложить вот этот ливень. И прям дать так громаднейшим уроном. Чтобы за минуту всех развалить. Ну я конечно же перегнул. За минуту навряд ли получится. Но ребята. Как говорится. Чем черт не шути. Так. Ну что. Попробуем второй спецприем забабахать. Есть. Сохраняется второй спецприем. Ребята. Давай еще разочек. В принципе. У меня же есть снаряга. Которые. И при нажатии на спецприем. Замораживать. Меняюсь. И снова. Прям ребята. Смотрите. Одна минута. И все боссы красные. По сути. Мне нужно будет просто некоторое время продамажить. И сделать первый спецприем. Я не знаю. Палец дернулся. И реально поменялся. По сути дела. Мне нужно было дальше атаковать за Рейна. Но. Нету силы. Такой прям сверхъестественной. Чтобы Рейден вот этот прям победил. И с первого спецприема он не мог вынести. Ну. Хотя я где-то здесь наверное секунд 7-10 потерял. Но все-таки. Ребята. 38 секунд осталось. Это хороший результат. 38 же да. Осталось. Это я думаю. Без снаряжения данной башни. Без бонуса башни. Очень хороший результат. Со снарягой редко. Я думаю можно будет все-таки расправиться за две попытки. За золото. Ну это нужно будет постараться. Хотя бы за три. За четыре. Все-таки ребята. Я пытаюсь первый круг конечно же пройти. Прочувствовать вот этих боссов. А дальше можно уже расслабиться. Как-то на лайте проходить. Все равно пишите. Какими вы командами проходите. На каком этаже вы зависли. Нужна ли вам помощь. Вот. И так далее. И тому подобное. В принципе я вам даже подсказал. Как 180 пройти. Не обязательно алмазных персонажей. Можно и золото взять. Много чего можно придумать. Самое главное. Что был негативный. Отрицательный эффект. Сжигать. Травить. И так далее. И тому подобное. Так что ребята. На этой ноте мы заканчиваем ролик. Дальше будем проходить. Экспериментировать. И всем спасибо за внимание ребята. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok